всем доброе утро искусного полезного баркареса мы готовим завтрак посмотрите какой у нас будет замечательный завтрак сейчас мне или александру и потом еще раз так как у меня здесь всего одна сковорода кофе александр уже работает владислав спит а утром мы закрываем шторки и тогда в комнате вообще очень-очень тепло но вы спрашивали есть батареи да есть у нас электрические батареи поэтому мы зажигаем сейчас приготовлю замечательный завтрак вчера купила буфало моцарелла авокадо и вообще есть слишком много продуктов снова привезла придется так как мы здесь ненадолго но оставлю здесь всегда здесь оставляю продукты чтобы потом приезжали мы обязательно привозим консервы потому что консервы всегда был выручает и вот такие уже отваренные всякие бобовые это моя любимая марка плюс и она недорогая в биомагазине и красная фашоли чечевица когда нагуляешься придешь быстро салатик сделаешь промоешь быстро салатик сделаешь и вкусненько и полезненько также мои любимые сардины кстати то что мы купили в магазине сток и что мы купили интересного очень в магазине каррефур здесь у нас нет таких продуктов например хлопья из бобовых я вам все записала для канала худеем по-французски соленофранц обзоры поэтому кому будет интересно обязательно посмотрите полу и мои яйца пойду я то есть не мои а куриные мы сегодня приехали в порт люкят здесь небольшой базарчик мы даже и не знали что базар даже он музыка мужчина играет молодец немного вещей мы здесь погуляем сегодня влажно помните базары которые летом большие базар даже магазинчики здесь открыты порт люкят это деревня моей сестры цветы зимняя клумба зимняя клумба такая динам и Порт. Туристов нет. А корабли есть. Смотрите, какая красивая лодка. Старинная. А что ли, серебро, а? Да, серебро. Водочки. Александр? Александр там ворчит. Лильяну за ней никак за трубку не пишут. Он хотел позвонить, спросить, как у них дела. А здесь вот, помните ресторанчик, где мороженое продают летом? Что тут вводится сэш? Рыбки разные. Ну, мы подходим уже к третьему агентству, чтобы посмотреть. И вообще ничего нет. Везде написано. Вон, 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 продано. Вон, продано. Вон, продано. Вон, продано. Это слово, исполнялась, да? Ай, гараж, да. Продает. И здесь везде все, что... Более-менее цена от шестидесяти до семидесяти, восьмидесяти, сто двадцати тысяч. Все продано. И маленькие домишки, и квартиры. Видите? Шестьдесят девять, семьдесят одна тысяча, сто девять тысяч. Раньше был такой выбор. Да, сто тридцать тысяч. Вот, видите? Все, Ванди. Сто девять тысяч. Сто девять тысяч. А, я же могу, Ванди Кумса. Сто шестьдесят две тысячи. Это, наверное, трехкомнатная. Люди все раскупили. Восемьдесят девять тысяч. Здесь маленькая, пятьдесят девять. Ну, конечно, ее сразу же забрали. Вот, Жей. А тут, наверное, на каникулы снимать сдают люди. А цены разные. Тоже поднялись. Цены от пятьсот до восемьсот чем-то. Вы меня попросили показать, какие тесты у нас продают в аптеке. Вот у нас тут в Баркаресе завалялся один тест. Я вам его покажу. Продают его в аптеке. Стоит он три тридцать. И его очень легко делать дома. Сейчас я покажу. Я его как раз сохранила, чтобы вам показать. И потом выброшу. Вот он. Тест. Значит, нету ничего. Плохого не буду называть эти слова. А, кстати, спасибо большое за ваши комментарии. Когда я хотела кое-что рассказать. Вы там меня все поддержали. Кто-то написал не рассказывай, кто-то рассказывай. Но спасибо все равно за все комментарии. И вот что в этот тест входит. Входит вот такая палочка. Входит сам тест. Похоже на тест на беременность. И входит вот такая пробирка с жидкостью. Что делаешь. Ну, как всегда. Толкаешь вот эту палочку в нос. В одну ноздрю. Там крутишь, крутишь. Немного. Потом в другую. Затем опускаешь эту палочку вот в эту жидкость. Кстати, напишите в комментариях. У вас, наверное, точно такие же. А я вам тут рассказываю. Ну, порастили. Значит, рассказываю. В этой жидкости оставляешь на немного. То, что там его всяко покрутишь, эту палочку. И потом на эту жидкость надеваешь колпачок. Вот такой там капельки. И капаешь эти капельки вот сюда. И ждешь от 10 до 15 минут. Если одна черточка. Как при беременности. Александр смеется. Алло. Кто там шумит? И если одну капельку. Так. Перестанем обманывать, врать. Он мне тут говорит. А, нет. Алексу сказал это. Я думала мне. Я думала, он где? Жаманпа. Жаманпа. Да. Я не вру. Говорю. Тут рассказываю людям. Вот. И сюда капаешь. Они меня перебили. Простите. Но у нас жизненный блок. Все как есть. Все как есть. И капаешь сюда. Значит. Несколько капелек. Ждешь 10-15 минут. Если одна черточка. Как при беременности. Значит. Вы не беременны. И у вас ничего нету. А если две черточки. То вы. Значит. Беременны. И у вас. Есть. Новая штучка. Которая. Вот такая. Вы все поняли. Показала вам. Так что. Вот так. И еще. Есть. Вот такой пакетик. А еще что-то я вам хотела показать. Это для тех кто. Прививку то не делал. В этот пакетик. Вот. Кирпас. Нельзя же это называть то. Ну понятно. Вот. Значит. Берешь вот эту штучку. И вот эту бумажку. И можешь проходить. Кстати. Сейчас передали. Что во Франции. Все. Все отменяется. А? С по позитив. С по позитив. Ну. У вас сразу из камеры. Бум. На Пакове. А? На Пакове. Фу подирая. Ютубер в облюке. Сему. Я говорю. Не говорите это слово. А вот. Да. Они передали. Что у нас тут все отменяется. В марте уже. И все везде. Даже. В зданиях можно уже без масок. А к нам сегодня приходил сантехник. Вы мне говорите. Лена. А что ты не покажешь квартиру. Так я ее уже 250 раз показывала. Что ее показывать. Просто в тот раз мы меняли кранчики. Мы сюда не просто так приезжаем. Накопим деньги. И кто-нибудь обязательно поменяем. Вот. В тот раз мы меняли кран. И Александр смеется. Кран поменяли. Здесь поменяли. А здесь у меня что? Здесь на вечер картошечка. В моей любимой мультиварочке. Вот это моя любимая. Вот это. Не дома которая. А вот это. Моя любимая. А это бое. Александр зевает. Здесь кранчик мы поменяли. Все постепенно. В прошлый раз. А сегодня к нам приходил снова сантехник. И он тут занимался у нас вот этим местом. Так что он нам менял всю систему внутри. Потому что начал. Был такой шум какой-то. И вода постоянно текла и текла. А когда продавала хозяйка. То она. Ну. Ну. Уже старенькое все было. Он нам поменял вот этот кран. Всю внутри систему. Потом. Сделал там что-то силико. Устанавливал его. Короче. Возился. Возился здесь. Возился. Что-то пилил там даже. Потому что новая система. И сказал что еще в следующий раз надо поменять. И взял. 160 евро. Так что. Мы. Тут. Хорошенечко. Снова пожили. На 160 евро. Кранчики. Тогда сделали. Теперь еще. Так что. У нас скоро. Вообще. Будет не квартира. В Баркаресе. А супер жилье. Все будет отремонтировано. Да, Шири? Да. Блин то. Все люкс. А? Все люкс. Теперь я буду хорошо спать. Баркарин. Наконец то он будет хорошо здесь спать. Потому что он не будет слышать воду. Когда она. Течет. Сначала она текла. Ну просто так. Пошуметь что-то. Потом прекратиться. А в этот раз мы приехали. А она вообще. Знаете такое чувство. Что. Смывают. Измывают. Но пришлось. Ремонтировать. Ну здание то старое. А так нам нечего вам нового. Показать. Все классно. Хорошо все. Мы пошли гулять. Сегодня тучки в Баркарайсе. Красивые тучки. Но не холодно. Утром был ветер. Сильный-сильный ветер. А сейчас он чуть-чуть успокоился. И температура вот в машине показывает 17 градусов. Мы поехали. Сантехник ушел. Поставили картошку. Как вы видели. На вечер. И поехали погулять. В самом Баркарайсе. Это деревня. Вы там уже были много раз. А сейчас вот погуляем. Мы потом посмотрим что будем делать. А потом поедем домой пить аперитив. да? Я просила для перо. Эй, да. 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 Все как надо. Эй, да. 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 хотим купить как купить иностранцу посмотрите это видео многое что поймете конечно там land ротин то есть это уход за квартира это уже вы там сами решите что будете убирать что менять будете постепенно это там ваши будут расходы а вот что обязательно нужно будет заплатить но прям в обяз государству без этого никак посмотрите я там вам всего рассказала совершенно бесплатно поэтому хотя бы поставьте пальчик вверх и поддержите совсем молоденький канал задавайте вопросы я вам буду отвечать начнется служба а а а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играют мужчины в петанг, а мои мужчины лопают блинчики. Силюки здесь будут. А, да. Нам этот сантехник сказал, что здесь одно кафе сгорело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Национальный спорт французов. Женщины и мужчины все играют. Вспомните, сколько здесь народу всегда в этом кафе? Или ты популяр с Эль-Си, а, Шери? Ты рапель комбинь дюмунды? А вот еще тут. Какая красота. А сегодня море спокойное. И смотрите, люди гуляют по пляжу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, Александр объясняет по ладуге для Испании. И, Монсер Кастанез. Кастанез, привет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они мне руку трясут. А, смотрите, там красота какая. Испанский Алтай, он мне сказал. Покажи Пиренеи. Говорит, покажи Пиренеи. А здесь река, которая называется Кумаса Большая. Ля Гли. Она в море. Жетом. Бросается, если перевести. Падает по-русски. А французы говорят, жетли. Красавица. Красиво. Ветер. Уже дожгли фонарики. Ночные фонарики, лампы. И мы возвращаемся домой. Да, Ширик. Либо. А, лямо идем? Да. Домой. Домой. Домой? Домой. И мне посоветовали вот эти шампуни. И мы зашли с Александром попить кофе. После моей парикмахерской смотрите, какой у нас торт из моркови и с шоколадом. Я взяла капучино и Александр кофе. Так что нам приятного аппетита. Мы уже вернулись домой. Я довольна. Такая немного освежилась. Покраску делать не стала. Хотя она мне очень посоветовала, что можно сделать, чтобы было вообще супер. Мне понравилась парикмахерская. Мне понравилась эта парикмахерская франкпроводство. Их целая сеть этих парикмахерских во Франции, салонов. Замечательная девушка, которая занималась мной. Она мне сделала сон. То есть она сделала мне масочку, уход. Сделала массаж. Также подровняла. Сейчас вам не видно. И здесь чуть-чуть покороче сделала. Мы с ней договорились, что можно сделать в следующий раз. Почему я не сделала в этот раз? Потому что Александр меня ждал. И мне не хотелось, чтобы он сидел два с половиной часа. В следующий раз его отправлю с Владиславом куда-нибудь в казино играть. А сама пойду заниматься своей прической. Поэтому нужно срочно будет возвращаться в Баркарес. Сколько мне обошелся массаж? Маска. Затем стрижка. 50 евро. А в Провансе, в моей парикмарской, я получу дороже. Где-то 65 евро. И то это без масочки, без всего на свете. Вот, без массажа. Поэтому мне очень понравилось. Вернусь, вернусь. Обязательно. Да, спросила, сколько если будет делать мешки, бальяжи или как это называется. Там по профессиональному, она говорит по современному. Если нужно будет снова что-то подстригать, то будет стоить где-то 100 с чем-то евро. Если не нужно будет подстригать, то будет стоить около 80 с чем-то евро. Но также с уходом, с массажем, со всем на свете. Пишите в комментариях, как вы считаете, дорого это или нет, за все 100 евро. Потом вы видели шампуни, но они все работают на керостасе здесь, эти парикмарской, салоны. Конечно, замечательная марка. И сразу видно, что волосы такие хорошо лежат. Там замечательно. Вы меня спрашивали, сколько во Франции стоит. Вот она мне показала шампунь, который я вам показала. Они советуют по типу волос. И масочку. Масочку она мне там какую-то, которую смывать не надо. Уход. Но они смотрят по структуре волос и все советуют. И вот маска с шампунью обходится в этой парикмарской, в Баркаресе, 51 евро. Я не знаю, я керостасом никогда не пользовалась. Давно как-то пользовалась, но уже цены не помню. Поэтому пишите в комментариях, дорого это или нет. Буду ждать ваших комментариев. А вот, как раз в сумке нашла чек. Давайте я вам все покажу, сколько стоит. Заплатила 50 евро. И смотрите, за что заплатила. Да, вот, Франк Провост. За что заплатила? Это, значит, шампунь, Бен по-французски, керостас, 8 евро. Маска, 10 евро. Затем стрижка, 15 евро. И укладка, 17 евро. И вот, 50 евро. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова